При проверке Алукснинского, Елговского, Красловского, Салдуского и Сигутского краев Госконтроль выяснил, нет информации о 5451 гектаре леса. Это 63% от всех лесов в этих регионах. Просто самоуправление не провели инвентаризацию. У многих самоуправлений также есть сельскохозяйственные и прочие земли, которые заросли кустами и лесом, и никто не знает, сколько этого леса и сколько он стоит. Мы не знаем, какие деревья там растут, каков их возраст, какова их высота, что с этими деревьями делать. И второй вопрос. Ко всем неинвентаризированным лесам мы также можем подключить и все заросшие сельскохозяйственные земли. Земли, заросшие кустами, которым мы фактически по дефиниции можем присвоить статус леса. По мнению Госконтроля, проверенные ими муниципалитеты могли бы ежегодно получать доходы вплоть до 3,5 миллионов евро от лесных ресурсов на площади почти 9 тысяч гектаров, если бы ими правильно управляли. Госконтроль обнаружил странную тенденцию. Если самоуправление продает право на вырубку на своих участках, то получает в среднем на 19% меньше, чем частные владельцы леса. В ряде случаев контролеры увидели признаки коррупции и обратились в правоохранительные органы. КНАП оштрафовал отдельных должностных лиц за конфликт интересов. Также мы обратились в правоохранительные органы по отдельным сделкам. Также, к сожалению, мы обратились в СГД. Мы констатировали неточности оценки запасов древесины, которые были вывезены из лесов самоуправлений. Поскольку у нас не было уверенности в том, что показанные в документах объемы древесины совпадают с тем количеством, что было вырублено в реальности в природе. В Союзе самоуправлений считают, что специалисты госконтроля слишком сгущают краски, и в реальности все несколько сложнее, чем кажется аудиторам. Инвентаризация леса стоит денег. Приходит сертифицированный специалист, обходит все имущество, все кварталы и участки и пишет документы о том, что в этом лесу есть, какая высота деревьев, сколько их и прочее. Этот документ показывает, что вообще там есть и какие накопления древесины. А в самоуправлениях в первую очередь инвентаризируются те площади, с которых можно получить прибыль, чтобы потом заложить эти деньги в последующую инвентаризацию. Поскольку ситуация с бюджетами самоуправления сейчас очень плохая, то деньги вкладываются не в новую инвентаризацию, а надо спасать бюджет, спасать ситуацию. Тем временем госконтроль и дальше намерен заниматься проблематикой зеленого золота Латвии. Так, уже осенью планируется начать проверку крупнейшего лесовладельца в стране государственной компании «Латвияс Валс Межи». Данил Смирнов, Иван Миловс, Айгар Сковалевскис, Русс ЛСМ.